Девять признаков того, что вы злоупотребляете кофе. Вы просыпаетесь с чувством заторможенности и едва сползаете с кровати. Мозг отказывается работать в такую рань. К счастью, некое волшебное зелье способно вас пробудить и вернуть к жизни. Чашка кофе. Самый большой, пожалуйста. Кофе – магический напиток. Он улучшает настроение, временно ускоряет метаболизм и в некоторых случаях повышает физическую и психологическую эффективность. Но, как говорится, хорошего понемногу. И кофе не исключение. Так как определить, не слишком ли его много в вашей жизни? Без паники. Мы собрали девять признаков того, что вы злоупотребляете кофе и с какими рисками связано его злоупотребление. И прежде чем мы перейдем к ним, присоединяйтесь к армии зрителей Admi, нажав на кнопку подписки. Не забудьте включить уведомления, чтобы первым смотреть наши ежедневные новинки. Около 50% американцев пьют кофе постоянно. Согласно статистике, употребляющий этот напиток выпивает в среднем по три чашки в сутки. Каждый день около 30 миллионов американцев заказывают латте, капучино, мокко и прочие виды кофе. Знать меру замечательно. Но, к несчастью, не все чувствуют, что пора остановиться. И это не так-то просто, ведь люди обладают разной восприимчивостью кофе. Это означает, что количество кофеина, которое вы можете употребить без последствий, зависит от вашей генетики и личных привычек. В любом случае, даже с поправкой на индивидуальность, существует объективно вредное количество кофеина для человеческого организма. Вот 9 признаков того, что ваше тело не справляется с количеством кофе, которое вы в него вливаете. Номер 9. Бессонница. Считается, что кофе помогает проснуться. В конце концов, за это мы его и любим. Большинство людей пьют кофе, чтобы не заснуть в важный момент. На рабочем собрании или на лекции строгого профессора. Но стоит помнить, что кофе также не даст вам заснуть, когда нужно, то есть ночью. Из-за него вы не только не засыпаете дольше, но и в целом спите меньше и хуже. Правда, этот негативный эффект можно наблюдать, выпив за раз не меньше литра. Если вы выпиваете небольшую чашку или даже три в день, вашему сну ничто не угрожает. Но опять же, все зависит от генетики и вашей индивидуальной восприимчивости к кофе. Номер 8. Тревожность. Кофеин повышает не только давление и пульс, но и гормоны стресса, и пенифрин, и кортизол. Вот почему у людей, чувствительных к кофеину, даже маленькая чашечка вызовет тревожность. Помимо этого, кофеин разгоняет центральную нервную систему, чем и объясняется ваше приподнятое состояние. К несчастью, даже если вы решите отказаться от кофе, вызванная им тревожность не исчезнет за одну ночь. Скорее всего, она усилится из-за синдрома отмены. Вы почувствуете себя на взводе из-за того, что организм уже стал зависимым, физически и морально, от содержащихся в кофе веществ. Поэтому так тяжело обходиться без него. Номер 7. Боль в животе. Кофе может вызвать боль в животе, похожую на боль из-за испорченной еды. Европейские исследователи выяснили, что содержащиеся в кофе вещества стимулируют выработку желудочной кислоты. Некоторые из лекарств, отпускающихся без рецепта, могут нейтрализовать кислоту и облегчить боль. Но это краткосрочное решение. Если вы чувствуете, что причина постоянных проблем с желудком в кофе, скорее всего, пора изменить привычкам. Номер 6. Проблемы с кишечником. Кофе воздействует на кишечник по одному из двух сценариев. Вам может срочно понадобиться уборная. Скажите спасибо слабительному эффекту кофе. Если вы выпьете слишком много, возрастет шанс заполучить диарею. В долгосрочной перспективе, однако, употребление кофе обезвоживает организм. Это, в свою очередь, приводит к запорам. Вне зависимости от того, какая проблема вам ближе, если неприятности с кишечником негативно влияют на вашу жизнь, настало время постепенно отказываться от кофеина. Номер 5. Учащенное сердцебиение. Стимулирующий эффект кофеина может сказаться на вашем сердцебиении сразу после чашки эспрессо. Но излишек его может привести к фибрилляции предсердий, или, выражаясь проще, ускорению или сбой пульса. Для такого состояния характерны слабость и отдышка, не говоря уже о том, что чувствовать, как сердце колотится в груди, довольно страшно. К счастью, проблема эта касается не всех. Опять-таки, все зависит от вашей личной реакции на кофеин. Иногда даже люди с нездоровым сердцем могут пить большие дозы, не испытывая негативных эффектов. В исследовании 2016 года 51 пациенту с сердечной недостаточностью давали 100 мг кофеина каждый час в течение 5 часов. Удивительно, но их сердечный ритм и пульс почти не изменились. Тем не менее, если после чашки крепкого кофе вы чувствуете дискомфорт в области сердца, скорее всего, стоит сократить потребление кофеина. Номер 4. Головная боль. Кофеин сужает сосуды мозга, замедляя в нем кровоток. В частности, научное исследование, опубликованное в 2009 году в журнале Human Brain Mapping, показало, что две небольшие чашки кофе способны снизить кровоток в мозгу на 27%. Давайте посмотрим, что произойдет, если вы решите обходиться без привычного вам напитка. Обычно ваши сосуды сужены из-за кофеина, но как только его количество сокращается, сосуды расширяются снова, за счет чего в мозг начинает поступать больше кислорода, и это прекрасно. В то же время данный процесс приводит к резкому изменению кровяного давления, что в свою очередь вызывает головную боль. Ее тяжесть и длительность будут зависеть от того, как быстро ваш мозг адаптируется к повышенному кровотоку. Номер 3. Усталость Что, простите? Разве мы пьем кофе не для того, чтобы избавиться от усталости? Да, кофеин приносит бодрость. Это происходит из-за блокировки рецепторов, чувствительных к аденозину, нейромедиатору, вызывающему сонливость. Но это палка о двух концах. Прежде всего, бодрящий эффект кофе длится не более пяти или шести часов. Так что для того, чтобы оставаться энергичным целый день, одной чашки явно недостаточно. Другими словами, кофе – естественный стимулятор, и как только его действие заканчивается, вы чувствуете себя усталым и разбитым. В рамках одного из исследований 213 участников, привыкших ежедневно пить кофе, отказались от кофеина на 16 часов. И все они сообщили о постепенно нарастающем утомлении. Номер 2. Ощущение подавленности Заядлые любители кофе подтвердят – он улучшает настроение. Скажем спасибо кофеину, блокирующему аденозин. Вы ощущаете прилив концентрации сил до тех пор, пока есть возможность выпить очередную дозу. Как только потребление кофеина резко прекращается, настроение падает до состояния, граничащего с депрессией. Если отказываясь даже от одной чашки вы мрачнеете, скорее всего у вас кофеиновая аддикция, которую нужно побороть. Номер 1. Раздражительность Зависимые от кофеина люди бывают недружелюбны, пока не выпьют свой утренний кофе. Они что, злые от природы? Конечно нет, виной всему кофеин. Как вы уже знаете, его бодрящий эффект длится примерно 6 часов. Так что если только вы не навещаете кофеварку в середине ночи, утром вы столкнетесь с синдромом отмены. Для многих людей попытки отказа от кофе заканчиваются удрученностью и раздражительностью. Эксперимент, где были задействованы 94 взрослых участника, показал, что 89% из них несколько раз безрезультатно пытались отказаться от кофеина. Каждая новая попытка побороть зависимость делала их еще более желчными и сердитыми. А как вы относитесь к кофе? Пытались ли вы отказаться от него? Поделитесь опытом в комментариях. И если вы нашли у себя один или несколько этих признаков, дайте об этом знать. Нажмите на кнопку «Нравится». Оставайтесь счастливыми и бодрыми с кофе или без на канале Эдми. Субтитры создавал DimaTorzok